всем добрый день я магистр кафедры микробиологии одесского национального университета имени мечникова и попробуем с вами сегодня поговорить о неких мифических существах бактериофага скажите пожалуйста кто вообще впервые услышал сейчас что такое бактериофаги отлично а кто наверное что-то о них слышал но может быть что-то знает что-то нет ну для тех кто слышал я надеюсь это тоже будет познавательная лекция может кто-то вспомнит старый материал может откроет для себя что-то новое в любом случае отлично бактериофаги это вирусы бактерий то есть это не скажем молекулы которые не имеют клеточные оболочки которые содержат в себе нуклеиновую кислоту рнк или днк что это такое ну по сути вот у нас с вами есть мозг где хранится основная информация вот рнк днк это скажем так мозг вирусов грубо говоря и окружены они белковой оболочкой но это не клеточная оболочка это просто окружение некоторыми белками то есть поражают бактерии бактериофаги отличаются по своему морфологическому строению так есть не 4 бактериофаги есть бактериофаги с маленькой головкой есть бактериофаги с большой головкой есть бактериофаги с хвостиком маленьким совсем есть бактериофаги уже с более крупным хвостом при этом он неподвижный есть бактериофаги с более подвижным хвостом но мы будем сами рассматривать бактериофаги на примере фаго т4 он самый известный вот ну что ж рассмотрим для начала Как же устроены бактериофаги? Я люблю их называть паучками, потому что, в частности, факт Т4, согласитесь, он чем-то напоминает паучка. У него есть головка такая замечательная, в которой и содержится ДНК или РНК, окружённая она белками, эта головка называется капсидом. Дальше у него идёт такая шейка с воротничком, дальше идёт длинный хвост, в этом хвосте есть полая трубка, которая называется коровой частью. Через эту, в частности, полую трубку молекула ДНК и попадает в клетку бактериальную. Дальше у него идёт такая базальная пластиночка и фибриллярные нити, которые помогают адгизироваться, то есть прикрепляться к клетке бактерии. Но о процессе прикрепления мы поговорим немножечко позже. Так, сейчас я хотела рассказать немножечко истории. На самом деле бактериофагии были открыты ещё в 1910 году английским учёным Туортом, но так как в то время в скорости началась Первая мировая война, он свои исследования закончить не смог и не смог, скажем так, презентовать научному сообществу своё открытие. Поэтому в 1917 году бактериофагии были повторно открыты бельгийским учёным Феликсом Дерелем. Это очень интересная личность. Наверное, только об этой личности можно снять романы, да и не один. Всё дело в том, что он не имел профессионального биологического образования, он закончил только гимназию, а при этом был круглым, скажем, двоечником, скажем так, троечником. Но увлёкся в своё время наукой, ездил в Мексику, ездил в Грузию, объездил, наверное, большую часть нашего с вами континента, и не только континента, наверное, всего земного полушария, и в одно время познакомился с грузинским бактериологом Георгием Георгиевичем Элиава, Григорьевичем, прошу прощения, Элиава. Так вот, они вдвоём и стали теми, скажем, отцами-основателями такой науки, в частности, как и бактериология, и стали отцами-основателями те, которые стали изучать бактериофагов. Так, благодаря Элиаве на территории бывшего Советского Союза был основан первый и, насколько я знаю, в Грузии пока до сих пор ещё единственный институт, институт, который занимался изучением бактериофагов. Сейчас он располагается в современном, вернее, бывшее здание института, это современный политехнический корпус грузинского университета в Тбилиси. Институт этот существует, который изучает бактериофагов, по сей день просто перемещен в другое здание. Но интересно ещё то, что эти два учёных были настолько дружны между собой, что Элиава пригласил Дереля переехать в Грузию. И так как Дерель на то время, скажем так, ему симпатизировали коммунистические взгляды, то он решил всё-таки переехать. И даже Элиава стал для него строить особняк, в котором бы он разместился со своей женой. Но, к сожалению, Элиаву расстреляли в 1937 году. Это тоже интересная история, потому что многие считают, что он начал ухаживать за девушкой, которая нравилась Берии. В то время Берия находился в Тбилиси. И, скажем так, одна из версий, почему его расстреляли. Но, помимо этого, Дерель был знаком с ещё одним интересным человеком. Ну, всем, наверное, знаком Михаил Афанасьевич Булгаков. Но мало кто слышал о его брате, младшем брате Николаев Афанасьевича Булгакове. Дело в том, что младший брат, он был бактериологом. И, в частности, занимался именно изучением бактериофагов. Ему повезло, он смог уехать в Париж, в институт Пастера, где познакомился с Феликсом Дереллем и стал совместно с ним работать над изучением бактериофагов. И вот, как вы видите, Феликс Дерелль говорил, надо быть Булгаковым с его способностями и точностью методики. То есть Николай Афанасьевич обладал редким чутьём. То есть он мог, скажем так, с лёгкостью находить методы для идентификации того или иного бактериофага. Мы о методах тоже поговорим немножечко позже. Но сейчас вернёмся обратно к бактериофагам. Интересный факт, что на самом деле на одну бактериальную клетку приходится около 100 бактериофагов. То есть, по сути, на самом деле, вирусов бактерий гораздо больше, чем самих бактерий. Почему же не происходит, как в плаге Инг, тотальная эпидемия? Почему же бактерии всё-таки выживают? А потому что бактериофаги высокоспецифичные вирусы. То есть каждый бактериофаг может атаковать конкретный вид бактерий. Грубо говоря, как ключ в замконе подходит. То есть, например, бактериофаг, который атакует только кишечную палочку, он не сможет атаковать, например, тот же золотистый стафилококкос ауреус. Ну, интересным фактом ещё является то, что если сравнить размеры бактериофага и бактериальной клетки, то условно бактериофаг – это яблоко, а бактериальная клетка – это человек. Но это так, чтобы вы понимали масштабы бактериофага, насколько они маленькие и насколько они, скажем так, эффективные. Итак, как же всё-таки бактериофаг убивает бактериальную клетку? Происходит так называемая адсорбция или прикрепление бактериофага к бактериальной клетке. То есть он садится и со своими вот этими так называемыми ножичками и базальной пластинкой находит специфические рецепторы на клетке, которым он точно может подойти как ключ в замку. Что это за рецепторы? Это могут быть различные белки, различные молекулы полисахаридов. В принципе, скажем так, если конфигурация вот этих молекул будет совпадать с конфигурацией, которая находится на окончаниях базальной пластинки, то бактериофаг сядет, прикрепится, сделает, скажем так, дырочку в клеточной стенке бактерий и выпустит свою нуклеиновую кислоту. Для большей иллюстративности сейчас я взяла с собой шприц. Он без иглы, не бойтесь никого. Убивать колоть не буду. Но, в общем, происходит это приблизительным образом. Вот бактериофаг садится на бактериальную клетку и вводит нуклеиновую кислоту. Дальше, так как бактериофагов на самом деле очень много, поэтому дальше следующий этап, скажем так, у разных бактериофагов проходит по-разному. Так есть отдельно умеренные бактериофаги и вирулентные бактериофаги. Как себя дальше ведут умеренные бактериофаги? Они с самого начала не убивают клетку бактериальную. Они встраиваются в ее геном, как вы видите, и могут передаваться следующему поколению клеток. При этом клетка будет чувствовать себя абсолютно нормально и даже не подозревать, что в ней находится так называемая бомба замедленного действия. То есть клетке хорошо и бактериофагу хорошо. Умеренные бактериофаги еще… И этот путь называется, да, лизогенный путь. Умеренные бактериофаги интересны еще тем, что в какой-то момент, в какой, я скажу немножечко позже, они могут вот с этого лизогенного пути перейти в литический путь. То есть состояние… бактериофаг выходит из состояния профага и начинает разрушать нуклеиновую кислоту клетки хозяина и синтезировать для себя вирусные частички. То есть эти вирусные частички по типу пазла начинают формироваться в головку, в хвостик. И видите, как красиво наматывается нуклеиновая кислота. Потом выделяется такой фермент, как лизоцим. Клетка лопается, клетка погибает. Все. Я вам говорила, что есть умеренные и вирусные бактериофаги. Так вот, вирусные бактериофаги идут только по литическому пути. Умеренные бактериофаги, они более такие крутые, продвинутые. Они могут идти как по лизогенному, так и по литическому пути. Так когда же умеренные бактериофаги, скажем так, переходят с лизогена в аналитический путь? Ну вот, как увимкнить. Меняются условия окружающей среды. То есть было все хорошо, клетка жила, клетка размножалась, бац, температура поменялась, ультрафиолетом на нее подействовали. Профаг чувствует, что сейчас что-то произойдет, он сейчас погибнет. Ему все, надо переходить, надо синтезировать вирусные частички и уходить с этой клетки. Ну и зачем же, вот мы узнали, что такое бактериофаги, что они делают, ну и что? Ну и что нам это дает? А дает нам это следующее. Бактериофаги успешно используют в медицине. И что самое интересное, первые препараты, которые стали использовать против бактериальных заболеваний, заболевания бактериальной этиологии, это были именно фаги, именно фаго препараты, а не антибиотики. Антибиотики. Антибиотики появились немножечко позже. Про фаги успешно забыли, когда в 40-х годах появился пенициллин. Все, мы будем использовать пенициллин, фаги нам не нужны. Не нужны, я говорю, для медицинских целей, фаги использовали в качестве, скажем так, научных исследований, но это отдельная история. Так в чем же их плюс? Они не вызывают аллергии и никаких побочных реакций. То есть, в принципе, если вам назначили какой-то фаго препарат, и он вам не помог, ничего страшного. Вы потеряли только деньги, за которые купили данное лекарство, но, скажем так, здоровье вы не потеряли. То есть это значительный плюс. Помимо этого, фаго препараты можно успешно применять с антибиотиками, с различными другими медикаментозными препаратами, и у вас опять-таки не будет побочных реакций. Плюсом и минусом является их специфичность. То есть я уже говорила раньше, что каждый конкретный фаг подходит каждому конкретному бактериальному организму, то есть как ключ в замку. Поэтому, скажем так, если вы хотите лечить себя фагами, надо проводить, ну, скажем так, исследовать, какой конкретно вид, какой конкретный микроорганизм вызвал у вас то или иное заболевание. Надо делать бакпосевы. И это делается, это делается, вот в частности, клиника в Польше, в городе Вроцлав, при Институте иммунологии. У них есть своя клиника, где для каждого пациента индивидуально подбираются специалистами, скажем так, коктейли из бактериофагов. И успешно они вылечиваются от своих заболеваний. В принципе, у нас тоже такое можно сделать. Надо лишь только, чтобы при каждой больнице была баклаборатория. У нас при больницах есть клинические лаборатории. Баклаборатории находятся отдельно. Их у нас в Одессе, насколько я знаю, штуки 2-3, не больше. Это на самом деле мало. То есть, ну, желательно, чтобы при каждой клинике была такая баклаборатория. Ну, кто же производит фагопрепараты? Фагопрепараты производит одна фирма, микроген. Это я говорю про территорию СНГ. Естественно, на Западе данных фирм больше. К сожалению, у нас на Украине фаги не производят. Ну, так получилось. Как же выделяют бактериофаги? Вот интересная история. Просто чтобы показать, что я подразумеваю под исследованием материала. Все, наверное, знают, что в Индии есть река Ганг. Она очень загрязненная. Так вот, в начале 20 века определенная группа ученых решили исследовать воду из реки Ганг, потому что индуисты говорили, что эта вода наделена священными какими-то волшебными магическими свойствами. Интересно, надо ее изучить. Но они стали ее изучать и обнаружили там такой прекрасный микроорганизм, как холерный вибрион. Замечательно, но почему же люди, которые живут и жили и будут жить возле берегов реки Ганг, не страдают от холерного вибриона? Стали эту воду фильтровать, центрифугировать. В общем, всякие, что с этой водой, только не делали. И к 80-м годам, когда уже продвинулась вперед и электронная микроскопия, и другие методы исследования, обнаружены были там бактериофаги, которые, собственно, и, скажем так, уничтожали большую часть данного холерного вибриона. То есть, чтобы виделить бактериофаг, нам нужен какой-то исследованный материал. Это может быть вода, это может быть иногда даже частички почвы. Неважно. Потом мы высеваем на специальную жидкую или твердую питательную среду, где будут активно развиваться микроорганизмы. Потом, после этого, после того, как мы культивировали микроорганизмы, происходит фагоиндентификация. Это чаще всего, если мы говорим о жидких питательных средах, грубо говоря, представьте такую колбу с какой-то непонятной помутневшей жидкостью, вот эта вот питательная среда. Будет специальным образом центрифугироваться, фильтроваться. И если спустя некоторое время эта среда посветлеет, это значит, что там есть бактериофаги, которые, собственно, и убили данный микроорганизм. Ну и дальше, если все-таки фаги были обнаружены, происходит этап ферментации. То есть, в огромных ферментерах, я говорю о промышленном производстве, накапливается значительная масса бактериофагов. Дальше проходит их леофилизация, высушивание. И уже, скажем так, после леофилизации это получается такой некий порошкообразное вещество используется уже для приготовления, собственно, фаговых препаратов. Ну вот я привела в пример бактериофагколи и бактериофагдизентерийный, которые могут вылечить от возбудителей бактериальной дизентерии и от возбудителей кишечной палочки. Продаются ли они у нас в аптеках? Честно, идя на лекцию, я зашла в несколько аптек, попыталась найти, купить препарат фаговый, чтобы принести и показать. Но все аптеки сказали, что сейчас нет, но вообще есть. То есть, вообще их купить можно. Ну и напоследок хотелось бы мне завершить лекцию, что многие ученые говорят, вот эра антибиотиков подошла к концу, чем же мы будем лечиться от бактериальных заболеваний. Но все забыли о наших старых добрых друзьях бактериофагов, и у нас с вами появился такой туз в рукаве. Спасибо. Вопросы, может быть? Ох ты! Я говорила, что фагопрепараты, в принципе, я не находила исследований, чтобы они вызывали аллергическую реакцию. Ну, если, конечно же, вы, например, их будете принимать слишком много, возьмете целую пачку или целую ампулу в ненормированной дозе введете, то, конечно же, я думаю, какая-то аллергическая реакция будет. В любом случае, любой препарат надо, естественно, принимать по предписанию врача. То есть самолечением заниматься не рекомендуется. Но так они аллергические реакции не вызывают. Естественно, если не в космических дозах их принять. Всё? Да. А бактериофаги ведут себя, как будто у них есть зачатки разума, либо это чисто механическое поведение? Ну, зачатков разума у них нет. Это, скорее всего, как у нас у всех, инстинкт самовыживания, надо как-то выжить. Ну, если говорить так с точки зрения, это механическое поведение. То есть запрограммирована природа, они себя так и ведут. Да. Семи бактериофаги являются вирусами, не может ли какая-то другая? Бактериофаги — это только вирусы. Вирусы бактериофаги. Да, можно сказать, что все вирусы… Нет, нет, все вирусы не являются бактериофаги, но все бактериофаги являются вирусами. Вот так вот. Да. Я просто плохо слышу. Подскажите, такой вопрос. Когда пактериофага лежит в клетку, а затем начинает выделять пилу, он соединяется в кассовом ответ к роднику, взяли на носителя, а потом выделяется снова. Является это формально тем же организмом? Или это уже много? Очень хороший вопрос. Формально это является тем же организмом, который первоначально встроился в клетку хозяина. Но вследствие, когда происходит рестрикция, то есть вырезание частицы, когда именно бактериофаг начинает выходить из клетки, то он может случайно захватить часть бактериальной клетки. То есть формально он может какую-то частичку, скажем так, не специально, а случайно захватить. Но фактически это ни к чему не приведет. Все равно эта информация потом нивелируется. Что? Да. Скажите, о чем бактериофаги уступают к антибиотикам? Хороший вопрос, спасибо. Во-первых, скажем так, бактерии могут очень легко и очень быстро выработать природную устойчивость к антибиотикам. У них может появиться поверх клеточной стенки капсула. Ну, скажем, такой дополнительный мешочек. Появился мешочек, все, антибиотик. Я ничего не могу сделать. Я привык к взаимодействию с клеточной стенкой. А тут какой-то мешочек еще появился. Бактериофаги, так как это, скажем так, они могут перенастроиться и могут... Ну, появилась капсула, ну, окей, я в капсулу внедрю нуклеиновую кислоту. То есть бактериофаги могут сами перестраиваться под изменяющиеся условия, скажем так, бактериальной клетки. А антибиотики нет, это вещества, поэтому нет. Поэтому в этом их основной плюс, да. Вопрос касательно лизогенного пути. Если мы лечим человека фаготерапией, не обозначает ли это, что бактериофаг пойдет по лизогенному пути? То есть клетки будут продолжать делиться, но при этом он не будет убивать болезнь? Замечательный вопрос, и я его ждала очень долго. Ну, скажем так, у нас в Украине те врачи, которые назначают фаговые препараты, они их чаще всего применяют в комплексе с антибиотиками. Поэтому антибиотик первоначально может неким образом ослабить клетку, и все, фаг видит, что клетка как-то ослаблена, что она вяленькая, слабенькая, надо выходить, надо ее убивать. Вот в той клинике, которая рассказывала, в Польше, там они применяют коктейли с бактериофагов, то есть там идут изначально и вирулентные, и умеренные бактериофаги, которые идут, соответственно, и по лизогенному пути. Поэтому там этот вопрос решается таким образом, у нас комплексным лечением. Да. После полного выголовления раконитин, есть ли смысл сходных гетерогенов? Отличный вопрос. Скажем так, когда бактериофагам перестает что кушать, ну им нечего кушать, они погибают и самовыводятся из организма, не нанесая нам никакого вреда. Да. Каким образом происходит мутация бактериофага для того, чтобы, например, он подвелся под новый рецепт, который не притер на бактериофагу? Чаще всего у них мутация… Форманная или… Очень разные варианты. Может быть, спонтанная мутация, может быть, мутация вызвана банально воздействием некоторых внешних факторов. Например, мы посвятили ультрафиолетом на бактериофаг, у него в геноме появились те же тиминовые димеры. То есть варианты бывают различные. И чаще всего, если мы говорим о разработке фаговых препаратов, то это уже исследователь, который этим занимается, он вызывает мутации. Так, в частности, если, например, бактерия научилась использовать, скажем так, систему рестрикции и модификации, то были найдены, что бактериофаги к этому приспособились, и у них обнаружены были такие, как белки ОКР, которые, в принципе, эту систему обходили. Они вместе мутируют. Да, они вместе мутируют. Вот в этом их основной плюс. И шоуа прося. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.